Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 25. Видеозапись нашей встречи вы можете посмотреть на сайте экзегет.ру. Псалом 25, первый из трех, 25, 26, 27, в которых Дом Господень, Скиния или Храм стоит в центре внимания. Главный герой 25-го псалма живет под тяжестью ложных обвинений, выдвигаемых против него коварными людьми, которые готовы прибегнуть к взятничеству, чтобы поддержать ложное обвинение. Отчаявшись получить правосудие в гражданских судах, и, зная, что обвинения являются ложными, поэт обращается с апелляцией к единственному судье, которому он может доверять. Мы не знаем, что это были за обвинения, но они, вероятно, были достаточно серьезными, потому что могли привести к запрету приходить на поклонение в Дом Божий. Псалмопевец представляет свое дело к Богу на рассуждение и, вероятно, приносит очистительные жертвы, чтобы подтвердить свою невиновность. Рассмотрим последовательно стихи дальнего псалма. Вступительные слова из первых трех стихов «Рассуди меня» свидетельствуют о том, что автор их убежден в непричастности к предъявляемым ему обвинениям. Он апеллирует к своей непорочности, заявляя, что таков был образ жизни его в прошлом, и непорочной является его жизненно в настоящем. Фундаментом такой непорочности является непоколебимое доверие Господу, милость и истина которого являются неотъемлемой частью его повседневной жизни. «Ибо милость твоя пред очами моима, и я ходил во истине твоей» – третий стих. Поскольку Бог – это тот, которому можно доверять, Он уверенно обращается с такими, на первый взгляд, дерзкими словами «Искуси меня, Господи, испытай меня». Если другие израильтяне сами искушали Господа в сердце своем, требуя желаемой пищи в пустыне, то автор настоящего псалма сам готовится пройти экзамен от Бога. «Испытующему сердца и утробы». Как считают некоторые исследователи, псалмопевец не просто предлагает Богу проверить его на прочность, но буквально переплавить для очищения от примеси греха. Словосочетания «мои внутренности» и «моё сердце» буквально по тексту читаются «почки и сердце». С учетом этимологии данных слов это выражение лучше было бы перевести как «мои мысли» и «мои чувства», как это делают многие иностранные переводы. Блаженный Феодорит полагал, что утробой и сердцем здесь называются «помыслы». Стихи 4-5 напоминают первый псалом. «Сказанное в начале псалтыри, уверенное нет, истинный член храмовой общины призван повторять снова и снова. Он должен сказать «нет» компаний людей лживых, буквально пустых и необузданных. Он должен сказать «нет» обществу коварных людей, которые умело скрывают свои истинные мотивы. Он должен сказать «нет» сборищу злодеев. За русским словом «сборище» стоит важный для библейского богословия термин «собрание» – «кахаль», который в широком значении может обозначать любое собрание людей. В то же время словосочетание «общество Израиля», «все общество», «народное собрание» нередко упоминаются, употребляются в Библии, чтобы показать отделенность израильского народа от других народов. Поскольку главным критерием отбора своих от чужих была верность Господу, поэтому все общество в совокупности, весь народ мог называться «обществом Божиим» или «обществом Господним». Если следовать псалтыри, такие собрания народа происходили в храме и, следовательно, поводом для них были храмовые богослужения. Согласно книге «Плач Иеремии», язычники не имеют права входить в святелище Божие, поскольку им запрещено вступать в собрание людей Божиих. Авторы псалтыри отличают собрание святых от сборища злонамеренных. Путь первых ведет к престолу Всевержителя, в то время как человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. По рукописи «Мертвого моря» собрания людей Божьих противопоставляются собраниям врагов. Следовательно, это древняя традиция противоставлять одно собрание другому. Следовательно, когда псалтырь воспевает то или иное благочестивое собрание людей, речь идет в первую очередь о религиозной общине Ветхозаветного храма. К сожалению, славянский перевод пятого стиха данного псалма может немножко сбить с толку. Греческая фраза была переведена на славянский язык выражением «церковь лукавнующих». Авторы септуагинты использовали греческое слово «экклесия» в качестве эквивалента к греческому понятию «кагаль». В специфически христианском контексте слово «экклесия» впоследствии стало обозначать общество верующих во Христа, то есть «церковь». Русский перевод по преимуществу использует разные понятия для обозначения общества верующих людей в период Ветхого Завета и в период Нового Завета, оставляя за понятием «церковь» преимущественно Новозаветный контекст. Следовательно, здесь под «церковью лукавнующих» можно понимать сборище злых людей, а не какую-то специфическую конфессию, членство в которой устанавливалось по критериям лицемерия и злобы. Омовение рук, которое мы встречаем в стихах 6-8, было символическим действием, которое служило своего рода публичным заявлением демонстрации своей невиновности. Так поступил и Понтий Пилат, чтобы показать свою непричастность в пролитии крови праведника, обрекаемого на Голгофу. Перед началом православной литургии и в наши дни священники омывают руки, цитируя при этом данный псалом, начиная с 6-го стиха. Это символическое действие напоминает священнику о необходимости нравственной чистоты для достойного совершения великого священодействия. После омовения рук псалмопевец начинает прославлять чудеса Божии. То удивительное нет греху, который мы находили в прошлых стихах псалма «Возненавидел я сборище злонамеренных», нашло свое отражение в противоположных словах псалма из 8-го стиха «Возлюбил я обитель дома твоего». Который мы можем обозначить как утвердительное «да» в отношении того стиля жизни, который присущ псалмопевцу. На основании личного опыта псалмопевец показывает, что в том месте, где слава Божия обитает и пребывает со своим народом, происходит подлинная встреча с Господом. Поэт сталкивается лицом к лицу со славой самого Бога. «В доме Господнем, который он любит. Господи, возлюбил я обитель дома твоего и место жилища славы твоей». Слово, переведенное на русский язык как «жилище», «мешкан», происходит от того же корня, что еврейское слово «шхена», которое в более поздней иудейской мысли указывало на присутствие славы Божией, самого Бога среди его людей. В рассуждениях одного из древних раввинов можно найти такие слова. Если десятеро сидят и занимаются второй, то среди них пребывает шхена, слава Божия. Похожие идеи узнаются и в словах Иисуса Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Принципиальное отличие между словами Раввина и Иисуса заключается в том, что для людей Ветхого Завета важна святость места, где происходит собрание верующих, в частности храма. Пребывание шхены, славы Божией среди людей, даже если второй занимаются, не десять, а всего лишь пять, три, два человека, или даже один, обусловлено присутствием Бога на всяком месте, где я положу память имени Моего. Для людей же Нового Завета пребывание славы Божией зависит не от святости места, а от личности Иисуса Христа, поскольку Он тот, кто больше храма. В девятом-десятых стихах «Просьба «не погуби души моей» с грешниками» на первый взгляд может показаться странной. Псалмопевец боится, как бы его не перепутали с грешниками и не отправили бы в одну мусорную корзину вместе с теми, кому он уже ранее сказал свое решительное «нет» лживым, коварным, злым людям. В стихах 9-10 такие люди описываются не просто как грешники, но как кровожадные, склонные к злым утехам люди. Как считают современные исследователи, слово «зима», которое на русский язык было переведено как «злодейство», вполне может относиться к сексуальной распущенности. В книге Левит этот термин переводится как «разврат». Осуждая поклонение чужим богам, прок Иеремия приводит список терминов, обозначающих мерзости на сексуальной почве. Среди них «неистовые похотения» фраза, в которой присутствует искомый термин «зима». Но даже если злодеи, поминаемые в данном псалме, не совершали гнусных грехов на сексуальной почве, а были всего лишь нарушителями некоторых законов, греческая «аномия», на что намекает, кстати, греческий перевод данной фразы. Все равно они были далеки от ангела подобной чистоты. Для того, чтобы усилить свои ложные обвинения, они готовы были прибегнуть к взяткам. О чем говорит фраза? «Их правая рука полна мздоимства». В последних двух стихах 11-12 звучат такие просьбы «Избавь меня и помилуй меня, буквально искупи меня и будь милостив ко мне». Автор псалма ранее был верен Богу и видел своими глазами проявление Его милости. Выражение «моя нога стоит на прямом пути» — это следствие той уверенности в Господе, благодатью которого он должен выйти на прямую дорогу, обрести ровную и твердую почву под своими ногами. Став на твердую почву, псалмопевец присоединяется к собранию людей, благословляющих Господа. Данный псалом, как и все песни плача, провозглашающие невинность своих героев, с трудом воспринимается современными читателями в свете новозаветного учения о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Безусловно, учение Нового Завета было предначертано уже в Ветхом. Рассуждая о греховном состоянии человечества, апостол Павел основывает свои тезисы на цитатах из псалмов и книги пророка Исаии. После грехопадения Адама все люди стали удобопреклонны ко греху. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Послание к римлянам. Как следствие, повсеместные страдания и болезни за свои грехи. Только один, Иисус Христос, единственный невинный человек, пострадал не за свои грехи, а за наши. Спаситель не брезговал общением со злыми людьми, общался с ними и посещал их дома, поскольку, по словам Евангелия, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Однако он не участвовал в деятельности злодеев. Он, как и псалмопевец, любил обитель дома отца и место жилища славы его, о чем свидетельствует его регулярное посещение храма на праздники и очищение этого святого места от торговцев и меновщиков. Он всегда являлся тем, кто больше храма, был живым присутствием славы Божией среди людей, делая ветхозаветный храм уже излишним. Итак, что нам интересно взять с этого текста? 22-м псалом и как последующее, среди прочих идей содержит идею храма. Содержит ту идею, что храм – какое-то особое место, где, возможно, более прямой, открытый диалог с Богом. А что самое главное, поскольку в этом месте, над Ковчегом, открывается Господь, и мы видим, что столб облачный, который путеводил, наставлял на верную дорогу Израиля, потом, после освящения храма, почил на этом месте. И вот эта слава Божия, которая в последующей идейской мысли обозначается как шхина, была самым главным свидетельством о том, что Господь с Израилем пребывает. Поэтому, когда мы встречаем такие выражения в Псалтире, в других книгах Библии, как «я предстал перед лицом Божиим» или «предстал перед Богом», то нередко означает это, что пришел в храм. Диалог с Богом осуществлялся через два способа. Первый и главный – это жертвоприношение. Жертвоприношение – это актуализация завета. То есть, Бог мне что-то пообещал, долгую жизнь, землю обетованную, благоденствие, что я буду жить спокойно под смоковницей и под виноградником. Пообещав, Он мне заповедовал, чтобы я жил, поклоняясь только Ему, и приносил жертвоприношения. И вот в качестве некого материального свидетельства моей верности Божьим обетованиям дается что? начатки от моих трудов. То есть, ягнята, козлята, телята. Для Израиля понятие деньги – кэсов, серебро – было синонимом понятию скот. То есть, когда вы в русских переводах встретите понятие деньги, не всегда речь идет о монетах. Такой разменной монетой был скот. Это самое дорогое имущество кочевого народа, которым долгое время являлся Израиль. Так вот, самое дорогое Господу в жертву приносит Израиль в качестве подтверждения своей верности Богу. Вот почему, когда мы встречаем выражение «престать перед Господом», это означает «престать в храме», и почему так важен был храм для древнего Израиля. Потому что там человек представлял себя или предстоял лицом к лицу к Богу. Вот такая метафора, она присуща тем выражениям, которые обозначали молящихся в храме. Они стоят пред Богом лицом к лицу.